всем привет меня зовут константин и это другая сторона если вы здесь значит вы очень любите жуткие видео ну а я стараюсь для вас сделать их еще интересней поэтому давайте поддержим этот ролик лайками и напишем любой комментарий в поддержку канала ну что вы готовы тогда начинаем демон доме следующее видео было найдено в тик ток и выложено под названием демон в доме с привидениями мужчина в испании заснял как темная фигура напоминающая многим демона быстро перемещается по одной из квартир пользователи в комментариях высказывались по разному по поводу этого видео одни писали что эта фигура может быть простым человеком большого роста но другие утверждали что данная фигура действительно напоминает им демона а вы как считаете что действительно было снято тем вечером в следующем видео которое родом из японии мужчина возвращался домой будучи обычным пассажиром он заметил нечто странное рядом с его рюкзаком на багажной полке можно заметить что-то пугающее чье-то жуткое лицо будто смотрит прямо на него в тот момент некоторые пользователи предположили что это была просто игра света однако другие были действительно напуганы после просмотра следующее видео снял мужчина в мотеле где он остановился на одну ночь он нашел нечто подозрительное и искал ответы поэтому решил записать ролик за одной из дверей был скрытый люк который мужчина показал своим зрителям он был очень удивлен и решил выяснить что внутри этого потайного люка когда он опускает камеру можно увидеть что-то вроде потайной пещеры однако дальше он снимает то что напугало всех зрителей пара светящихся глаз появляется внизу и смотрит прямо на него мужчина это замечает и видео обрывается что же это было дикое животное постановка или нечто паранормальное следующая серия роликов снята мужчины по имени леонито который уже появлялся у нас под борг по его мнению паранормальные силы преследует его давайте посмотрим и 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 В первом видео мужчина играл в компьютерную игру, как вдруг услышал стуки в дверь и начал снимать. Сначала он открывает шторку, чтобы показать, что за дверью никого нет, но дверная ручка при этом шевелится. Леонид открывает дверь, выходит на улицу и показывает, что там никого нет. В одной из комнат, где установлена камера наблюдения, можно увидеть паранормальные явления. Можно заметить несколько орб, шевеление медведя и открывание двери. В тот день, когда он только вернулся домой, Леонид то увидел, что дверь открыта, хотя он оставлял ее закрытой. В следующем видео Леонид проснулся в 5 утра от постороннего шума. Спустя несколько мгновений дверь вдруг начала медленно открываться. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он показывает, что на улице у его дома никого нет, но в этот момент клетка у входной двери начинает качаться, а потом предметы позади него падают. Уже через несколько мгновений Леонита видит темную фигуру и начинает просить ее уйти. Это еще не все видео, которые снял Леонита. В следующем ролике он только пришел с работы и через окно заметил, что в его доме мигает свет. Когда он заходит в дом, то дверь в его ванную комнату вдруг закрывается без видимой на то причины. Он идет прямо туда, чтобы осмотреть ванную комнату, но снова никого не находит. В следующем ролике кто-то или что-то снова стучится в двери Леонита. Он говорит, что никого не видно, так как на улице темно. Смелый Леонита открывает двери Леонита. дверь и выходит во двор. Спустя некоторое время он видит некую аномальную и очень высокую фигуру и не может объяснить, что это. На следующий день он вернулся с ночной смены на работе. Леонита услышал, как кто-то говорил в доме. Когда он пришел, дверь была открыта. Помимо этого, он снова слышит стуки из ванной комнаты. Сомнитесь на леонит. Ваше время я работаю. Слушай человеку говорить в аденуне? Я так scanner и идет весь дверь мы заходим. Я послушаю, чтобы я не делал все освещенные. Я требую вас записывать. Затем его телевизор сам по себе включается. Леонид, как всегда, решает открыть дверь в ванную комнату. Но в этот раз что-то его пугает, и он не решается войти. В еще одном видео Леонид уже несколько часов слышит шум и стуки. Все происходит ночью. Он включает вспышку на телефоне, которая почему-то гастет. И он остается в полной темноте. Дальше он полагается только на звуки. Слышно, как дверь открывается и закрывается. Когда Леонид решает проблему со светом, он вдруг видит темную фигуру в своей ванной комнате. Он пытается задать вопросы этому нечто, но в ответ получает только смех. Затем дверь в ванную комнату закрывается. После всего, что он увидел, мужчина решается зайти туда и проверить все. Однако он никого и ничего подозрительного не находит, как и всегда. Несколько ночей спустя, в 3 часа ночи, снова из его ванной комнаты доносятся стуки. Затем дверь вдруг открывается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Леонид подходит к двери и снова видит за шторкой темную фигуру. Он отмечает, что фигура очень высокая и не похожа на человека. При этом видно только голову. Куда постоянно пропадает эта фигура, Леонид не знает. В следующем видео Леонид будет стуки, которые преследуют его уже каждую ночь. Дверная ручка также шевелится, будто кто-то хочет выйти из ванной комнаты. Леонид снова идет туда, чтобы проверить ванную. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он снова видит темную фигуру. И говорит о том, что не перестанет бороться с ней. Многие пользователи, которые подписаны на Леонид и следят за его жизнью, обвиняют его в постановочных видео. Но другие считают, что Леониду давно пора съехать в другое место, чтобы не причинить себе вред. А вы верите Леониду? Следующее видео сняла девочка, когда услышала странные звуки в доме. Она живет в доме со своими родителями. Ее страх напрямую столкнулся с чем-то паранормальным. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда она заходит на кухню, то видит, как дверь шкафа открывается, а предметы падают с кухонной столешницы. Затем открывается шкаф, и из него начинают падать продукты. Девочка была очень напугана и звала родителей. Она больше никогда не хочет оставаться одна, так как видела жуткие вещи. В следующем видео двое мужчин спускаются в подвал, так как слышат странные звуки. Как только один из них преодолевает лестницу, второй что-то видит, пугается и убегает. Если присмотреться, можно увидеть темную фигуру внизу в подвале дома. Но на этом видео не заканчивается. Мужчины закрывают комнату и начинают молиться. Но спустя некоторое время их вновь что-то пугает. Тем не менее, они решают вновь выйти из комнаты и спуститься в подвал. Однако они снова что-то видят и покидают подвал, убегая в комнату. На этом видео заканчивается. А что произошло там на самом деле, как всегда, решать только вам. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Подпишись на Телеграм 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 Следующее видео снята молодой мамой, которая рассказала, что ее брат скончался два месяца назад. По ее словам, ее ребенок до сих пор общается с ним. Давайте посмотрим. Девочка смотрит на кого-то, будто перед ней действительно стоит человек. Кроме того, она разговаривает с ним. А действительно ли она видит своего дядю? Или это все фантазии ее мамы? Для нас навсегда останется загадкой. Следующее видео было снято группой любителей паранормального входа осмотра заброшенного здания. О, это изменили. О, это движение г flag. О, это движение гонки. С journalists. О, это движение гонки. Да, бороды? Да, Брэнни. А, утром? О, не забывайте, я получаю это видео, ребята. Wi-ка. О, это движение. О, это движение гонки. Они заметили, что в окне одной из дверей стоит фигура, напоминающая девушку, которая не шевелится. У вас есть догадки, что это было? Тогда напишите свое мнение в комментариях. Еще одно видео, снятое в Японии, завоевало славу в ТикТоке и оставило массу вопросов. Студентки во время перерыва развлекались, как вдруг услышали странный шум и начали снимать. Они осматривают кабинки, но никого там не находят. Спустя некоторое время они уже думают уйти, однако снова слышат странные звуки и идут проверить кабинки еще раз. То, что они увидели, их не на шутку пугает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В одной туалетной кабинке появляется пугающее лицо девушки с темными волосами, прямо как из фильма ужасов. Девушки с ужасом и криками покидают это место. Пошутили ли эти девушки или реально сняли призрака? Пожалуй, оставлю решение за вами. В следующем коротком ролике девушка услышала странные звуки из своего подвала и пошла его проверить. Как только она его открывает и туда попадает свет, можно увидеть, как нечто проносится мимо. На этом видео заканчивается. Следующее видео было найдено в ТикТок. Судя по всему, оно снято на камеру наблюдения в квартире. Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Можно увидеть открытие дверей и холодильника, но на видео не видно, почему они открывались. Также внимательные зрители заметили, что включались конфорки на плите. Истинную причину того, что произошло действительно в этой квартире мы не узнаем, но многие зрители отметили, что это было похоже на полтергейста. Аномальная фигура В следующем видео, которое было снято на камеру дверного глазка, мужчина проснулся ночью и увидел нечто пугающее. Сначала он подумал, что это ночной кошмар, но утром решил пересмотреть кадры, которые были сняты. Посмотрим вместе. Аномальная фигура Которая перемещается по улице Мужчина отметил, что это было похоже на женщину в платье, которые в современности уже не носят. Был ли это призрак или камера просто дала сбой? Араш Следующие ролики снял мужчина по имени Араш, который уже появлялся у нас в подборках. Давайте посмотрим. В первом видео, плюшевый медведь вдруг начинает шевелиться. Араш считает, что нечто могло в него вселиться. Во втором видео Араш снимает своего сына, который сидит в кресле. Если присмотреться, можно увидеть белую аномалию, которая появляется позади. Дальше слышно хлопок, дальше слышно хлопок. Сын Араш отодвигает кресло, но там ничего нет. Заканчивается видео с жуткими звуками. В еще одном видео, которое выложил Араш, его сын снимает темную фигуру, которую видно над кухонным столом. Однако, как только он наклоняется, чтобы снять то, что находится внизу стола, то никого не находит. Зрители, которые посмотрели видео Араша, разделились во мнениях. Первая группа людей писала о том, что он выдумщик и делает постановки. Вторые убеждены в том, что дом Араша и его семья преследуются. Ну что друзья, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Также обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал, ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Также в описании будут ссылки на донаты для тех, кто хочет поддержать канал финансово. Ну что, свидимся в новом ролике. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok